Торжество коррупции и беззакония – вот как называется то, что происходит. Этническая преступность наращивает обороты, а правоохранительные органы демонстрируют чаще всего лишь внешнюю активность. То милиции в полицию трансформируются, то министры меняются, то аттестации проводятся все с теми же скандальными фактами покупки должностей. Межнациональная рознь косвенно, но очень активно поощряется самой же властью. Неуправляемые потоки миграции, коррупции, нежелание защищать интересы коренного населения – все это и заставляет людей выходить на улицы. Под это дело, разумеется, легко и оперативно подстраиваются радикально настроенные националистические круги. Агрессия нарастает, народ толпами уходит на площади. Еще несколько лет назад такое в российском центре представить было невозможно. Теперь это наша повседневность. В России зреют бунты, и разумеется, они могут стать бессмысленными, кровавыми и беспощадными, как это было всегда. А заодно приведут к усилению позиций все тех же экстремистских структур, которые призывают людей к беспорядкам на фоне унизительного, если не предательского, топтания на месте системы российского правоохранения. Конечно, заступаться за собственный народ – дело невыгодное. Здесь карман-то сильно не набьешь. Но в конце концов, у нас правовое государство или нет? Или его и не было? Сегодня мы спросили мнение рязанцев по поводу бирюлевских событий. Выслить-то неправильно, то, что стали громить, я думаю, это не дело. Нужно какими-то другими путями собираться, все это должно как-то цивилизованно быть, а не так вот, как выйти, что-то разгромить. Конечно, нужно это обращать в понимание, конечно, но в таком смысле. Правильно, правильно, надо выгонять их уже давно было, собраться в целой России и выгнать уже. Не просто никто не соберется, я чую, как с каждым днем нарастает напряжение. И вот уже скоро совсем будет, ну, не знаю, не революция, в общем, обстановка накаляется и все хуже и хуже с каждым днем. Но для них, для вот кто устраивает все, что нам не нравится местным. Ну, у нас же суд есть, который все еще, который, собственно говоря, и выносит преддикты, и все зависит от него. То есть толпа не должна, в принципе, вот так себя агрессивнее? Сама суд, нет. Агрессивно тоже не надо, можно все решить. Вот что должна была толпа потребовать? Мирного расследования или все-таки сама вот агрессивно пытаться... Мирного расследования. И отдать это расследование в руки профессиональных, для этого существуют следователи и против прокуратуры. А люди не должны мертвовать себя.